Привет, ребята! Сегодня мы произведем обзор всех бонстиков новой пятой серии. Сделаем их полный обзор. Подписывайтесь на канал LadyDianaKidsTV, нажимайте на колокольчик и начнем делать обзор бонстиков. Хатник. Главный домашний помощник, живет за печкой и смотрит за хозяйством. Из-за маленького роста он почти незаметен. Если ночью звенит посуда, значит он наводит порядок. Плохих людей пугает по ночам и прячет их вещи. Хут. Живет на чердаке, а летает где хочет. Любит есть яичницу, играть с домашними животными и шутить над гостями. Хут приносит в дом деньги, золото и хлеб. Когда он голодный, то очень злится и может что-нибудь сломать в доме. Баган. Защитник рогатых домашних животных, коров, коз и овечек. Он гладит их, кормит сеном и лечит болезней. Живет в хлеву. Если Баган недоволен, то он целую ночь гоняет корову и кусает телят за уши. Вазила. Вазила живет в конюшне и защищает лошадей. Волшебными лечебными травами может вылечить любые их болезни. Когда лошади пасутся ночью в поле, Вазила не спит до утра и отгоняет от них диких зверей. Поветница. Большая домашняя птица с шестью крыльями. Важно ходит по двору, заглядывает в сарай, хлев, конюшню. Когда что-то сломалось, она говорит об этом другим волшебным существам. Любит играть с детьми и катать их на спине. Бялун. Бялун ходит везде, где есть дороги и тропинки. Если заблудишься, выведет из леса на дорогу. В поле приходит к людям с мокрым носом и просит его вытереть. Если не испугаешься и вытришь, из сумки Бялуна посыплются деньги. Поляся. Полевая хозяйка. Умеет превращаться в птицу, охраняет птичьи гнезда и бережет животных, пасущихся в поле. Если корова потерялась, надо попросить Полясю вернуть ее домой. Когда ей грустно, жалобно кричит, как птица. Скарпник. Охраняет зарытое в земле сокровище. Если кто-то приблизится к его кладу, Скарпник может превратиться в собаку и прогнать своим страшным лаем. Он очень жадный, ничего не тратит и притворяется бедняком. Жиж. Живет в лесу под землей, зимой крепко спит, а летом гуляет по подземным тропам. Когда он ходит, из-под его сапог летят язычки огня. Если он злится и недовольно бегает, под его ногами может начаться настоящий пожар. Капелюшник. Одинокий лесной человечек. Он так хочет заговорить с людьми, но стесняется. Увидев кого-то в лесу, капелюшник сбивает с дороги и манит к себе огнями. Но если прийти к нему на костер, он будет молчать до утра. Водяник. Хозяин рек и озер, и всех подводных существ. Больше всего любит пугать людей, когда они купаются ночью. Баламутит дно, пускает пузыри, шлепает руками по воде и гоняется за утками верхом на своем соме. Озерница. Русалка, живущая в глубоких черных озерах. Собираются компаниями, щебечут на своем языке или квакают, как лягушки. Ночью выходят на берег, качаются на ветках и поют. Того, кто засевался, поливают ледяной водой и щекочут до утра. Багник. Хозяин торфяного болота. Он лениво лежит на дне и почти не двигается. Ничего не видит. Багник тяжело дышит и сопит. От этого болота булькает и пузырится. Боится жары и засухи. Жевчик. Главный помощник и защитник людей на реках и озерах. Днем он плавает под водой, а ночью катается на невидимой лодочке. Сильный и ловкий. Может успокоить ветер и волны или вытащить лодку из воды одной рукой. Смок. Добрый водяной дракон с ластами. Никто не видел его гнездо. Любит пить воду из реки или озера. Громко при чмокивании. Чмок входит в баню и моется каждый день. Он ленивый и важный. Никогда не нападает первым. Лясун. Хозяин леса. Никогда не сидит на месте. Ночует на деревьях, звериных норах и гнездах птиц. Превращается в любые лесные предметы и меняет свой рост. Умеет рычать как медведь и пищать как комар. Любит запутать дорогу в лесу. Гаюн. Вид лешего. Очень любит свой лес и охраняет его от злых людей. Все лесные звери и птицы слушаются Гаюна. Он прогонит любого, кто хочет навредить лесу. Чтобы срубить дерево, надо попросить разрешения у Гаюна. Кук. Потерянный царь диких зверей, который охранял их от хищников. Одним взмахом своего крыла или ударом клюва может прогнать волка лесу или змею. Однажды давно он улетел и не вернулся в свое гнездо. Туросик. Защищает лесных животных. Не нападает на людей, но не любит жадных охотников. Может превратиться в красивого оленя с золотыми рогами и завести далеко в болото. Разрушает охотничьи ловушки и капканы. Вужалка. Дочь ужиного царя. Любит сидеть на старых деревьях и расчесывать волосы золотым гребнем. Иногда превращается в маленькую змейку. Тому, кто подружится с Вужалкой, будет помогать во всем и откроет свои сокровища. Упырек. Небольшой вампирчик. Живет в дуплах старых деревьях и очень любит фруктовый сок. Людям не вредит, если не трогать его рука. Днем спит, а ночью покусывает спящих животных. Поэтому о них здравивают во сне. Злый день. Маленький пакостник. Злые дни гуляют большой компанией, крадут яйца, разбавляют молоко водой и подсыпают песок в кашу. Могут вынести из дома все до последней крошки. Нападают на дома жадных и завистливых людей. Меша. Живет в развалинах, старых заброшенных замках и домах. Не делает никому вреда, но любит припугнуть прохожих. Выскочит из-за угла и тихонько хихикать. Иногда может поселиться в жилом доме и спать на полу с собакой. Горцук. Повелитель плохой погоды. Живет далеко в горах, днем носится на коне по полям и лесам, а ночью летает в воздухе, как хищная птица. Чем сильнее он машет крыльями, тем сильнее ветер. Не боится летать в грозу между молнией. Это были 24 бонстика из последней пятой серии. Вся коллекция. Не забывайте, ребята, подписываться на канал LadyDianaKidsTV, жать на колокольчик. Также оставляйте комментарии под нашим видео. Пока-пока.